Это человек, который стоит действительно на границе между психологией и философией. Личность очень интересная, как с точки зрения биографии, так и с точки зрения своего подхода, и особо много находящая отзвуков в нашем времени. То, что он писал в свое время, сегодня для нас становится все более и более актуальным. Ввиду появления новых видов техники и укоренения старых нерешенных проблем. Ну, начнем все-таки с того, кто это. Это Эрих Фром, или, если полностью, Эрих Зелегман Фром. Годы жизни. 23 марта 1900 года, 18 марта 1980 года. Родился он в Германии, в Франкфурте, на Майне, а умер в Лакарно, это Швейцария, у себя на Вилле. Немец. Но, что типично совершенно для неопсихоанализа, его происхождение. Из семьи артодоксальных евреев нужно сказать, что мать его, в девичестве ее фамилия была Роза Краузе, была дочерью Равина, выходца из России. То есть, Фром имеет косвенное отношение к Российской империи. Отец его, Навтулий Фром, тоже сын и внук Равинов. Хотя и занимался торговлей. Но здесь вот тоже очень интересно само по себе происхождение. Для евреев Равин – это не ортодоксальный священник. Здесь очень интересный подход. Это в чем-то и человек, достаточно дружелюбно и спокойно относящийся к происходящему и способный помочь тому, кто к нему приходит за советом. С другой стороны, это, разумеется, четкая подверженность определенным догмам в поведении. Ну, может быть, именно ввиду своего происхождения Фром особое внимание в своей теории уделяет именно проблемам этики, проблемам взаимоотношений. И для отечественной психологии, в отечественной психологии достаточно близок к подходу Фрома подход Мясищева. Ну, об этом мы с вами поговорим попозже. Итак, начнем мы вот с чего. Во-первых, Фром окончил Гейдельбергский университет. Кстати, опять одно пересечение с отечественной психологией. Этот университет оканчивал Рубинштейн. Сергей Леонидович Рубинштейн. В 22-м году Фром защищает докторскую диссертацию. Кстати, по образованию он социолог и психолог. И та, и другая специальности достаточно новые для университета. Среди учителей, или, правильнее сказать, профессоров, которые преподавали Фрому, это Вильям Райх и Карен Хорни, о которых мы с вами говорили. И нужно сказать, что именно помощь Карен Хорни во многом способствовала тому, что в Чикаго Фрому в дальнейшем дадут должность профессора. В 1925 году Фром начинает свою частную практику и на протяжении практически 35 лет практикует. Практика дает достаточно богатый материал для подготовки его теоретической школы, да и практической тоже. Он работает в этот период в Институте социальных исследований во Франспорте на Майне. И оканчивается эта работа началом, точнее подготовкой к приходу Гитлера к власти, к приходу нацистов к власти. В 1932 году он оканчивает свою работу в Институте. В 1933 году Фром переезжает сначала в Женеву, а в 1934 году в Нью-Йорк. И там преподает в Колумбийском университете. Ну, какие еще достаточно интересные факты из его биографии? В 1943 году помог сформировать Нью-Йоркское отделение Вашингтонской школы психиатрии. В 1946 году стал сооснователем Института психиатрии Уильяма Уайта. В 1950 году он в Мексике, в Мехико, где преподает в Национальном автономном университете. Именно там выходит в свет его книжка, которая называется «Здоровое общество». С 1957 по 1961 год Фром преподает психологию в Мичиганском государственном университете, а с 1962 года в Нью-Йоркском университете. В 1962 году он был в Москве в качестве наблюдателя на конференции по разоружению. Скончался в Швейцарии в 1980 году. Таким образом, он прожил 80 лет. В принципе, срок достаточно большой для полного потрясения XX века. Но все-таки давайте с вами остановимся на нескольких моментах, связанных с его биографией. Первое. Национальность. Да, мы с вами уже обсуждали, что национальность во многом в неопсихоанализе связана с еврейством. Но, с другой стороны, какую тему Фром затрагивает часто в своей психологии? Это как раз тема взаимоотношений с лидером. И одна из его книжек именно так и звучит. «Одоль в гитероклинический случай некрофилии». Второе, что, опять же, чисто биографически и важно для нас, это и по отцу, и по матери раввинская семья. То есть, принадлежность к священнослужителям во многом послужила его особому подходу в психологии. Кстати, что касается психологии Фрома, очень часто его называют пограничным между психологией и философией. В философском словаре вы вообще увидите, что он оказывается философ, а не психолог. Но, повторюсь, он окончил Галининбергские университеты по образованию социолога-психолога. Поэтому здесь факты налицо, но, с другой стороны, подходы постепенно действительно более даже философские, более глобальные оказываются. Ну что же, начнем, пожалуй, вот с чего. Итак, психология Фрома. Согласно Фрому, Сигизмон Фройд дал достаточно много для новой психологии, для современной психологии. Но взял очень такую пагубную идею из XIX века, а именно идею механицизма. И, по сути, именно механистически постарался объяснить поведение человека, основываясь на определенной схеме личности. То же касается и отношения с либидо, с сексуальностью. Фром слишком много внимания уделяет этому взаимоотношению. Для него гораздо важнее тема, связанная с характером, с поведением. И об этом мы сейчас с вами еще поговорим. Согласно Фрому, нельзя рассматривать человека под углом его сексуальных стремлений и влечений. По большей части человеком движут социальные факторы. И Фром здесь дает очень интересное определение. Человеческая натура – это страсти человека и его тревоги, которые, в свою очередь, являются продуктом культуры. Если мы говорим о специфике взаимоотношений человека с внешним миром, то давайте запишем несколько определений. Итак, достаточно красивое, на мой взгляд, определение – характер. Это очень похожее будет у миссищевого определения. Итак, характер – это форма соотнесенности человека с самим собой и внешним миром. Иными словами, характер находится на стыке между внешним миром, который может быть социальным или биологическим, и внутренним миром человека. Второе. В отличие… Ну да, животный мир отличается следующими правилами. Животное либо живет в гармонии с внешним миром, и, соответственно, приспосабливается к нему предварительно, либо погибает. С человеком все выглядит гораздо сложнее. Человек не может просто так приспособиться к внешнему миру и выжить, так как у него есть некоторые дополнительные особенности. В первую очередь, это наличие идеалов, которых в животном мире считается, что нет. И второе – это наличие религии. Действительно, мышление человека достаточно религиозно, и он во многом пытается объяснить происходящее именно высшими силами. Природу человека Фром называет второй природой. И основа этой второй природы – наличие страстей. Страсти же, в свою очередь, это некий ответ на экзистенциальную противоречивость человека. То есть, здесь, получается, два варианта могут быть в жизни человека. Первый вариант. Либо он стремится к жизни и становится истинным. Он стремится к любви, к открытым взаимоотношениям, к пониманию. Либо он уходит в ненависть, в садизм, в нарциссизм. И по Фрому очень важный момент. Органические влечения – это биология, по большей части. Страсти человека укореняются у него в характере. И характер остается достаточно стабильной системой, неинстинктивной. Через которую человек соотносится с природным миром и с другими людьми. В любом случае, основа поведения человека – это наличие социального характера. Что такое социальный характер? Это некое ядро системы множества индивидов, в которой начинается с семьи, в которой ребенок привыкает адаптироваться к социуму. По определенным правилам привыкает жить. По сути дела, социальный характер связан с тем, что люди обладают определенным набором моральных и этических установок, которые соблюдают. В то же время, при том, что социальный мир может быть достаточно устойчивым на протяжении длительного времени, бывают ситуации, радикальные ситуации в жизни общества, когда прежняя структура, прежняя система полностью ломается, полностью летит. В этом случае Фром считает, что человеческое общество приходит к полной дезинтеграции, и, соответственно, не способно на какой-то определенный промежуток времени существовать по прежней модели. В чем суть инстинктов по Фрома? Инстинкты человека разумны, и они во многом поддерживают жизнь индивида и рода. Но когда мы говорим о некоторых крайних представителях человечества, здесь Фром считает, что такие люди, как, допустим, политические преступники или маньяки, убийцы, отличаются, в первую очередь, тем, что у них нет инстинктов. Если проявляются человеческие эмоции, ярко достаточно, они должны быть связаны с каким-то этическим компонентом. Если этического компонента нет, это деструктивность. И, соответственно, крайняя форма проявления деструктивности – это садизм. Садизм – это страсть к абсолютной и неограниченной власти и контролю над другим существом или над другими существами. Фром объясняет это очень просто. Садист оказывается в роли божества. И, красивое определение, садизм – это трансформация собственного бессилия во всесилие. Именно путь деструкции отличает человека анального типа. Мы помним по Фройду анальную стадию развития, помним анальный тип характера, стремление к накоплению. И Фром как раз берет эту идею в свою концепцию и считает, что во многом деструктивная личность несет в себе форму анального характера. В чем это проявляется? Это проявляется в его высказываниях, в тематике, в ругательствах, которые связаны с тематикой фекалий, стремлением к разрушению, стремлением к доминированию. Иными словами, в чистом виде вот такой деструктивный тип мы можем назвать некрофилом. И вот тут-то Фром как раз и делит человечество на две достаточно больших группы. Первую группу он называет биофилы. Но это не в плане чисто медицинских каких-то диагнозов, а в плане особенностей взаимоотношения, глобального взаимоотношения к происходящему. Биофил – человек, который любит общаться, любит взаимодействие с внешним миром, получает эмоции от общения с другими людьми и ему нравится общаться. Это человек, который живет ради того, чтобы приносить удовольствие другим людям. Чем же отличается от биофила некрофил? Некрофил – отнюдь не клинический случай, связанный с полной любовью к мертвому. В первую очередь под мертвым Фром подразумевает стремление к технике. То есть классический технократ по Фрому – это как раз тот самый некрофил. То есть человек, который живет ради техники, старается вытеснять человеческие эмоции. Но мы с вами можем представить, что шизоидный тип характера, который не эмоционален, наверное, более будет подходить именно под вот это вот причудливо-некрофильское поведение. Мало того, Фром приводит следующие примеры. Когда человек сравнивает автомобиль со своей второй кожей, когда он стремится получать удовольствие именно от техники, но не от взаимоотношений с другими людьми, он становится некрофилом во фромовском понимании. То есть он не эмоционален. Но во многом это путь к разрушению. И вот здесь вот еще один очень интересный ход, который Фром делает. Современное общество все больше и больше убегает от себя. В одной из своих работ «Иметь или быть», в которой Фром описывает особенности современного ему европейского общества, как оно развивалось и как личность постепенно приходила к полному одиночеству, некой дезинтеграции с внешним миром. Вот, кстати, отличие русского мира от европейского, особенно средневекового русского средневекового европейского мира, заключается в том, что средневековое общество – это общество индивидуальностей, а средневековое русское общество – это община, это общинное мышление. И вот здесь очень важный момент, что современное Фром общество все больше и больше отличается от тем, что человек убегает от себя, убегает от своих мыслей, которые его тревожат и которых он не может решить. Как правило, эти мысли несут эстенциальный характер, характер, связанный с восприятием жизни и смерти, смысла жизни как такового. Это то, что объяснить, понять, преобразовать достаточно сложно. Эти мысли человека могут довольно серьезно тревожить. И если в прошлое время люди предпочитали вести дневники, дневниковые записи, кстати, в XVIII веке подобные дневники у нас тоже существовали, назывались они достаточно причудливо психоториумы. Так вот, вот эти духовные психоториумы люди перестали вести в XX веке, как считает Фром. Мало того, они перестали общаться друг с другом, они стали забывать, а то и вообще перестали интересоваться тем, как зовут их соседей. Контакты между людьми постепенно стали утрироваться, прекращаться. И по большей части человек оказался замкнут в своем небольшом мерке, который его не слишком успокаивает, и от которого он также пытается убежать. Пути, куда убегает человек, одна из его книг «Бегство от свободы», он убегает в первую очередь в технику, он убегает в то, что может заглушить эти мысли. Примеры, связанные с современным обществом, это сериалы, это интернет, это все, что на некоторое время, это игры, компьютерные игры, это все то, что на некоторое время позволяет его отключиться от собственных проблем. Но можно ли убежать от свободы? Можно ли целиком убежать от себя? Это вопрос достаточно интересный. Если человек обучается приспосабливаться, ну, слэш, да, приспособление мы можем перевести как некое манипулирование. Вот проблематикой манипуляции в зарубежной психологии занимался Эверид Шостром. У него была чудная книжка, которая называлась «Человек-манипулятор или антикарнегид», где как раз он описывает и делит людей на манипуляторов и актуализаторов. Вот здесь волей-неволей тоже какие-то параллели можно провести между биофилами и некрофилами по Фрэйду. По Фрому, извините. Так вот, приспособление или манипулирование никоим образом нельзя сопоставить с тем, что Фром называет моральное благополучие. Моральное благополучие, в первую очередь, это этическое здоровье человека. Фром довольно специфически относится к неврозам. Для него невроз – это симптом морального поражения человека в его жизнедеятельности и в том числе поражения в его борьбе за собственную свободу. Невроз, с одной стороны, это некая попытка разрешить непреодолимую внутреннюю зависимость от сложившейся ситуации, обстоятельств и между тем, что все-таки есть некая тенденция к свободе. То есть, в первую очередь, невроз – это показатель наличия морального конфликта. И вот насколько человек будет способен решить этот моральный конфликт, будет зависеть понимание его здоровья. Соответственно, задача психолога-терапевта во многом зависит от понимания и решения моральной проблемы человека. То есть, Фром очень многие вещи сводят именно к морали. Основная моральная проблема современного человека, как Фрому это представляется, – это безразличие человека к самому себе, или достаточно утрированное понимание себя. Очень близко к идеям Фрома идут идеи французского социолога Жана Бодриара с его теорией о симулякрах или неких условных ценностях, в которых постепенно современное общество начинает погружаться. Примеры таких симулякров достаточно просты – это банковская карта, в случае, если отключает электричество, банковская карта, стальные деньги, компьютер, телевизор и так далее, и так далее, превращаются в некие предметы абсолютно бессмысленные, потому что ими ничего нельзя делать, по сути. То есть, это некие симулякры. Но проблема по Бодриару заключается в том, что люди и себя постепенно начинают превращать в некие симулякры. Ну вот, политические симулякры, эстрадные симулякры – это то, что нам сегодня с вами очень хорошо знакомо по ряду таких вот эпатажных персонажей, не буду называть их фамилией. Самое главное то, что некий симулякор – это нереальный человек. И часто люди специально скрывают себя под маской симулякра для того, чтобы чувствовать себя более безопасно. Но в ряде случаев мы можем сказать, что люди начинают жить в симулякрах. В частности, общество, связанное со средствами массовой информации, начинает жить в неком симулякре, который ему подсовывают в качестве истинного. И он начинает в это верить. К сожалению, в современном обществе можем сказать, что во многих странах люди живут в неких своих идеологических и моральных симулякрах. В них они себя чувствуют более-менее понятно, потому что там всё разжёвано и объяснено. Но, с другой стороны, случай встречи с непривычным для симулякра событием может привести к некой дезинтеграции, непониманию происходящего. И тогда начнётся поисковая активность, которая во многом может привести к появлению некого нового невроза. Я возвращаюсь к ФРОМу. В частности, то, что касается поведения деструктивной личности или некрофилии, любовь доминировать, мучить, проявлять жестокость, убивать – всё это моральные проблемы, которые в своё время человек не смог решить для себя. И, соответственно, пошёл по пути болезни и всячески пытается решить их посредством подавления других людей. Ну вот, в частности, пример, который приводит ФРОМ – это Гитлер. Психоаналитик – это не наставник, это целитель души. То есть, посмотрите, здесь опять аналогия, которая связана, наверное, всё-таки с работой Равина, с деятельностью Равина. Что же такое «быть»? Вот вопрос, который ставит ФРОМ – иметь или быть. Иметь – это общество накопления, современное нам общество. Общество потребления мы его называем. Да, но, кстати, что нужно ещё сказать. ФРОМ был первым, кто предложил этот термин – общество потребления. Вот так же, как на прошлой лекции мы с вами обсуждали Райха, и я говорил, что Райх предложил термин «сексуальная революция», и, по сути дела, этот термин в конце XX века, начале XXI века довольно радикально исказили именно семантику этого термина. ФРОМ предложил термин «общество потребления». Вот общество потребления – это иметь. Иметь – это накопление. Как таковое накопление, оно бездуховно и бессмысленно. По большей части накопление ведёт к внутренней, моральной и внешней деструкции по отношению к другим людям. Внешняя деструкция по отношению к другим людям – это проявление агрессии, проявление неуважения. Это то, что мы можем назвать в русском языке польским словом «жлоб». Соответственно, что же такое «быть»? «Быть» – это всесторонне развиваться, это дать выражение своим способностям, задаткам и дарованиям, которыми каждый из нас наделён. Очень важный момент. «Быть» – это означает преодолеть узкие рамки, узкие границы собственного «я», развивать и обновлять себя, проявлять интерес к окружающим, по большей части желание не брать, не получать, а отдавать, отдавать. Действительно, если посмотреть, общество в настоящее время не готово к формированию таких людей. Таких людей не так много. Во-первых, это требует некоторой смелости, некоторого серьёзного шага для того, чтобы начать поступать таким образом. Гораздо легче идти в деструкцию, в болезнь, в накопление. Вот такой вот подход «Фрома». Как я уже в начале нашей сегодняшней встречи сказал, одной из преподавателей Эрика Фрома в университете была Карен Хорни. И, соответственно, её подход, связанный с невротической личностью, здесь для нас тоже во многом является подсказкой, как ведёт себя деструктивный невротик. Ну что, на сегодня, если вопросов нет, я думаю, что мы с вами завершили, сегодня мы завершили наш достаточно большой блок, посвящённый психо- и нео-психоанализу. А следующую мы с вами лекцию уже посвятим совершенно новой теме. Но давайте в следующий раз мы об этом и поговорим. Спасибо.